Всем добрый день! Снова между волонтерскими делами я для вас записываю видео, но сегодня оно будет посвящено ситуации в городе Харькове. Поскольку прошлое видео было посвящено теме здоровья, и очень многие стали мне писать на электронную почту, то одно из ближайших следующих видео снова-таки мы посвятим теме здоровья, а именно холестерину. Кстати, под спутно эта же тема коснется снижения уровня сахара в крови. Так вот, в одном из следующих видео мы с вами покорим про природные статины, то есть это про те продукты питания, которые работают иногда даже лучше, чем аптечные препараты, но без побочных эффектов, например, без нарушения процесса всасывания, синтеза, каэнзима, ку-10. То есть это будет в ближайших видео. Но сегодня мы с вами поговорим про ситуацию в городе Харькове, поскольку почти две недели мы не оговаривали эту тему. И у меня эти две недели, они были настолько насыщенные, мы перелопатили более чем две тонны и вещи, и лекарства. Главное лекарств. И, кстати, вот помните, в прошлых видео я говорила, что очень много появилось у нас онкобольных, очень много запросов на лекарственные препараты, и в том числе у нас просили препараты химиотерапии. И вот, знаете, мысль материально, мои коллеги передают несколько ящиков такого препарата, как доксорубицин, то есть препарат, который применяется и при лейкозе, и при саркоме. И мы передали уже эти препараты в Харьковский институт хирургии, где находятся онкобольные. И вот, я не знаю, я надеюсь, что мы спасем еще несколько жизней харьковчан, благодаря тому, что мы нашли вот эти препараты. Но, как оказалось, когда мы уже передали, что есть дети с лейкозом, я честно скажу, я думала, что детей таких вывезли, но, оказывается, остаются дети. И вот сейчас мы будем договариваться, либо забирать эти препараты, ну, частично, да, либо нам еще найдут коллеги мои эти препараты, чтобы обеспечить деток больных лейкозом. В общем-то, неделя была очень насыщенная. Ну, и что у нас про ситуацию в городе в целом, да? Она, я бы сказала, стабильна, в нехорошем смысле этого слова, потому что каждую ночь у нас идут какие-то прилеты, обстрелы. Сейчас, говорят, это ракеты С-300. Иногда мы слышим взрывы кассетных бомб. Ну, вот в одной из ночей я, например, стала и вот такое записала. Такие звуки мы слышали ночью. Но самое ужасное, что иногда происходят обстрелы и днем. И вот в прошлом видео я говорила, да, про 13-летнего мальчика, который погиб, и над которым вот папа его все время держал за руку и читал над ним молитвы. Кстати, это случилось недалеко от того места, где проживала семья наша девочка, 15-летняя, я ее говорила иногда в видео, называла вот это настоящая героиня, да, 15-летняя девочка, которая ухаживала за своей больной лежачей мамой. Выезжаем отсюда сейчас на Павлова поля, на Алексеевку, куда угодно. Свет, стреляют, привезли в дом. Девочка 15-летняя за мамой лежачей, посмотри, тут же стреляют. И они потом выехали, к счастью, да, потому что девочки начались панические атаки. Ну, в общем-то, вот в таком районе страшном, да, проживала в том числе та семья, о которой мы заботились и мы приезжали. И я часто говорила про эту 15-летнюю девочку в своих видео в начале, да, в марте месяце, по крайней мере, говорила, что вот я восхищаюсь ее мужеством под постоянными обстрелами. Она просто спускалась, вот как стойкий оловянный солдатик, забирала продукты, средства гигиены, ухаживала за своей мамой. Ну, в общем-то, опять-таки, к чему, да, что случается у нас обстрелы днем. Тоже совсем недавно, буквально на днях, на Салтовке был прилет. Пострадали, ну, не только там машина, да, но самое ужасное, это то, что пострадали люди и один погибший. Так что мы живем вот в такой стабильности. Стабильность в том, что люди без работы, что очень многие предприятия закрыты, люди нуждаются в гуманитарной помощи. Снова-таки можно проехаться по городу, увидеть очереди за гуманитарной помощью, или ты проезжаешь микрорайоны, точно так же, как мы, волонтеры, очень многие привозят продукты питания. Вот, ну и, конечно, сохраняется большая потребность в лекарствах. И вам низкий поклон, большое спасибо за ваши донаты, за материальную помощь, потому что фактически всей вот этой помощью мы помогаем, собственно говоря, харьковчанам. Закупаем и продукты питания, и лекарственные препараты. Ну, я, как уже сказала, да, что у нас вот волонтерская деятельность, она вот в процессе, в процессе постоянно, и мы, и лекарства, продукты, и одежда, все, что только можно. За вот эти последние недели у нас добавилась семья, 4 ребенка, у которых мама умерла. Вот, но, слава богу, дети не нуждаются вот в одежде, дети нуждаются в специализированном детском питании. Нам там специальную смесь нужно, поэтому мы сейчас озадачены, где взять эту детскую смесь, ее просто-напросто нужно закупить. Ну, и наши постоянные, боже, пациенты, клиенты, я даже не знаю, как сказать, в общем-то, грустные истории, собственно говоря, да, вот грустные истории, о которых мне хотелось бы вам поведать. Во-первых, мы были у нашей Кристины, у Кристины началась депрессия, поскольку начались проблемы снова-таки, или снова силы у мамы и у бабушки. Мы привозили лекарственные препараты уже, в том числе мы привозили адаптол, собственно говоря, для Кристины, поскольку у девочки, ну все, начинается депрессия от всего вот этого, и мы стараемся поддерживать. В том числе мы, я вижу, когда вы донатите, допустим, деньги какие-то пишете для Кристины, мы передаем. И вот точно так же в этот раз мы привезли денежку, мы добавили к этой денежке из волонтерских денег и привезли ей 500 гривен. Сумма как бы и небольшая, но в то же самое время для их семей и немало. И вы знаете, вот удивительный факт, я расскажу сейчас историю, которая случилась со мной тоже. Эта история подписчица моего канала, и мы с ней случайно встретились в троллейбусе, и она мне передала как раз-таки для Кристины 200 гривен. И вот передавала со словами, я вам понемногу, но как бы помогаю, даю деньги. И в этой ситуации, знаете, пока мы ехали в троллейбусе, она рассказала свою историю. Она живет на Пятихатках. Это наш район города Харькова, который интенсивно обстреливался с первых дней войны, и сейчас обстреливается. И их дом пострадал, он не пригоден фактически к жизни. То есть к соседу в квартиру залетел снаряд, квартира разрушена, они, по-моему, или на этаж выше, или на этаж ниже. И сейчас они проживают в доме своих знакомых, которые в свою очередь живут на даче. Но по осени знакомые вернутся в этот дом, и люди вынуждены будут приехать к себе в квартиру на Пятихатке, потому что другого жилья у них нет. И по факту люди остаются на данный момент точно без отопления, и на данный момент люди остаются без горячей воды. То есть в их квартире, которая находится в неблагополучном районе, и мы предполагаем 101%, что там еще будут прилеты. И они, кстати, были эти прилеты, тоже были буквально на днях. Опять-таки попало в дом, разрушения были этого дома многоэтажного жилого. И, в общем-то, люди просто приедут туда. У них нет сейчас ни окон, ни стекол, и гурсовет, ну, только... То есть вы финансово можете себе, да, работаете, получаете там пенсии, пожалуйста, позаботьтесь о себе. В общем-то, вот, и знаете, когда человек сначала дает тебе деньги, передайте Кристине тому человеку, которому еще может быть хуже, чем им. Но куда может быть хуже, если люди уже пострадали, и их квартира разрушена, дом разрушен. То есть у них в подъезде живет всего лишь там, со всего подъезда три семьи, или там, в общем-то, три человека, да, три семьи, будем говорить так. При этом им придется на зиму вернуться в свою квартиру, которая сейчас стоит без окон. При этом они четко уже знают, что у них не будет отопления, да. Дай Бог, чтобы был газ, и дай Бог, чтобы была вода. А, точнее, а газа в них еще не будет, да, газа в них не будет, но у них будет на данный момент есть вода и электричество. И дай Бог, чтобы вот зимой, зимой, да, у них было электричество и была вода. Ну, то есть для меня, вот знаете, такие моральные качества людей, которые, находясь в такой ситуации, сами, да, еще вот дают, нате, передайте, пожалуйста, Кристине. И, соответственно, мы добавили еще денег и передали Кристине вот эту денежку. Вам низкий поклон, правда, вот низкий поклон, потому что я всегда восхищаюсь людьми, которые вот заботятся о других, хотя им самим очень туго, очень сложно. Ну, и еще одна грустная история, которая вот просто нас в последние дни волонтеров, она, нашу семью, она просто выбилась с коленей. Опять-таки, одна из героинь моих видео, это бабушка. Вот просто я показывала, мы приезжали к бабушке, да, но долгое время не озвучивала, что эту бабушку просто бортанули родственники. Ее просто кинули, у нее забрали пенсию, у нее переписали там квартиру, и ее просто вот как бы на время войны просто забыли. Я не знаю, какая ситуация была до войны, какая ситуация сложится после войны, да, но вот факт. И нам им передали эту бабушку, мы к ней ездили, давали денежку, потому что бабушка без пенсии, бабушке даже лекарства какие-то купить не за что. Последний раз, когда ездила моя сестра, к ней она просто вызывала скорую помощь, потому что у бабушки был приступ панкреатита, бабушка отказалась в больницу ехать, потому что там три котика и денег, соответственно, нет. Ну, в общем-то, мы были вот буквально несколько дней назад, в понедельник точнее, мы были у этой бабушки, привезли продукты питания, и бабушка плакала. Бабушка плакала, потому что вот вы обещали найти мне сына. Мы действительно занимались тем, чтобы найти каких-то родственников, найти ее сына, чтобы сын нашелся, да, хотя бы мог приехать к матери. Не можешь приехать к матери, возьми, позвони. Вот, и бабушка плакала. Да, опять ложите, не потеряйте. Да, не потеряйте, хорошо? Да, молодцы, я лекарства. Теперь хватит пока вам это. А что ей по лекарствам нужно? Что вам по лекарствам нужно? Ну, у нее вот тут болит, обезболивающая, ножку покупали ей. Ну, короче, ножку панкреатит. Ножку мне бы надо бы. Ага, если мне налогин купили. Ножку надо, да? Ага, с печенки ножку. Ну, привезем тогда ножку. Ну, я холом. Хорошо, все, я не кажется, привезем тогда. Хорошо, я думаю, что у нее было 200 рублей. Хорошо, я думаю, что у нее можно было. А что вы начинаете? А что вы начинаете? Все, все, все. Сын обещает приехать, мы же говорим. Он обещает приехать. Да, сыну позвоним. Да, сына. С сыном мы встречались с нами. С сыном мы не встречались, а мы ему пытаемся позвонить. Дозвониться. Привет, привет, как дела? Ну, ладно, Женя, ты живешь, живешь, живешь. Он же с тобой же всем отказался от меня. Ну, чего вы тут все? Ну, будем звонить, все, будем искать. Все, не плачьте, все, кушайте, только в холодильник положите, хорошо? Да. Положите в холодильник. Куда, 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 куда. Все, все, давайте, спокойной ночи. Были у нее такие иногда приступы, что она хочет умереть, да, вот. Но плакала от того, что она брошена. И она вот душой, да, пусть сын, пусть сын вы обещали найти. Мы действительно пытались найти, во-первых, пытались донести до родственников мысль, ну, посмотрите, ваша бабушка, которой 85 лет, она вот в таком состоянии, да. И буквально на следующий день у бабушки случился пожар. Это было даже описано в пабликах города Харькова. Бабушка по забывчивости своей поставила утюг на диван, диван загорелся. Своевременно, слава богу, соседи вызвали пожарных, затушили пожар, откачали ее котиков, была скорая помощь, то есть все нормально, с бабушкой все нормально. И соседи, мы этого не знали, правда, у них у кого-то был телефон внука. И вот позвонили внуку, а внук сказал, что, типа, что вы лезете в мою жизнь, у меня своя жизнь, типа, мне глубоко на бабушку и на вот эту ситуацию. Ну, и, соответственно, мы с соседями поддерживали контакт, ну, нам сообщили, мы были в шоке от всей этой ситуации. И уже просто сын, он не выходил на связь, не в плане того, что мы дозвониться найти не можем, да, нам дали телефон, а он просто-напросто игнорировал все звонки. И знаете, что самое печальное в этой ситуации? Что все это время войны, ну, то есть часть родственников уехала куда-то там, да, из города. Ну, и насколько я понимаю, что сын все это время был в городе Харькове. И за все это время сын ни разу не приехал и не позвонил матери. Внук то же самое. То есть внук, может быть, уехал, не знаю, но никто ни разу не позвонил матери и бабушке. Более того, когда моя сестра скинула сыну вот эти фотографии пожара, он ей позвонил и покрыл трехэтажным матом. Просто какого хера вы вообще там влазите, не ваше там собачье дело и прочее. Вот. И понимаете, у меня от этой ситуации, ну, просто, наверное, недоумение. Вот как. Я понимаю, что в жизни бывают разные ситуации. Я понимаю, что родственники могут попереругаться и годами не общаться. Но здесь ситуация, ну, война, война, да. Тем более мы к этой бабушке приехали, она плакала от того, что она сидела голодная. Когда соседи повыезжали и нам ее передали, да, что вот осталась там старушка сама, она просто плакала. От того, что ей там привезли хлеб, привезли лекарства, привезли какие-то продукты питания. Вот. И для меня шок, как люди так могут морально деградировать. Как люди, я вот узнаю, да, вчера, буквально узнаю, что сын, вчера вот мы узнали, да, что был пожар, вчера с сыном поговорили. Я вот узнаю о том, что он все время был в Харькове, да. И за все это время ему было все равно, все равно, как живет его мать. Переписали квартиру, забрали пенсию, все, пусть вымрет и как бы перекрестится. Вот, в общем-то, вот меня, вот эта ситуация, она просто вызывает шок. Ну, а мягко говоря, я называю грустной историей города Харькова. Вот. Рассказала, поделилась, да, о наболевшем. Ну, вам еще раз хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, за ваши донаты. В том числе вот этой бабушке мы покупали, поддерживали, покупаем и поддерживаем за ваши донаты. Да, и, в принципе, всех других харьковчан. Вам за это низкий поклон. Ну, и всем желаю крепкого здоровья, конечно, мирного неба над головой. Но, исходя из вот этих грустных историй, которые я вам рассказала, очень хочется пожелать, всегда оставайтесь людьми. И если у вас даже есть какие-то родственные, да, отношения, которые поругались, ну, бывают в жизни ситуации, ну, скажем так, форс-мажор, когда нужно оставаться человеком. Поэтому, мирного неба над головой, оставайтесь людьми.